Ну и напоминаем, сегодня вы смотрите программу Израиль и Лица из студии Оазис Медиа в Хайфе. У нас в гостях Александр Гольдберг. Александр, ну идем дальше по нашим вопросам. Ну в чем суть противостояния, вообще есть ли это противостояние, ну на политическом небосклоне, на небосклоне политическом мы его видим, в умах людей иногда бывает, понятно, что в духовном мире все иначе, но тем не менее, есть ли противостояние, в чем его суть между иудаизмом и христианством, и где общие грани, вот где найти те мосты, где можно было бы найти общие, найти общие. Глобальные вопросы. Ну а как же? Я чувствую себя очень маленьким перед такими вопросами на самом деле. Я, может быть, отвечу так. Вот то, что происходит сейчас в этой сфере, между... То есть разные ветви христианства, как я вижу, они пытаются наладить диалог с иудаизмом. То есть римская католическая церковь начала этим активно заниматься после своего второго Ватиканского собора. Они на этом соборе, там, в 65-м, если я не ошибаюсь, году приняли очень важные, очень серьезные изменения в своих доктринах относительно вообще других религий, и в том числе относительно иудаизма. Вот. И они пытаются строить какой-то диалог с иудаизмом. То же самое делают протестанты. Конечно, все это было... Все эти попытки начались после войны Второй мировой. И во многом из-за Холокоста, из-за осознания христианами того, что, в общем-то, было сделано в той или иной мере с подачей христианской церкви. То есть тут присутствует элемент такого чувства вины. Отчасти здорового, наверное. Не отчасти, а во многом здорового, я думаю. Вот. Но дальше, если смотреть, что реально происходит... Понятно, что есть общая точка соприкосновения, огромная. Это общая вера в Творца. То есть и та, и другая религии христианство иудаизм исповедуют монотеизм. Но, к сожалению, иудаизм об этом не знает, что христианство исповедует монотеизм. Нет, я имею в виду, что каждая религия заявляет о себе, что они монотеисты, что она монотеистическая. И дальше, как они смотрят на другую религию, на своего партнера по диалогу, это отдельный вопрос. Понятно, что у обеих религий есть общий священный текст, то есть Танах, или Ветхий Завет, как христиане называют. Ну а дальше, если идти чуть дальше, то там начинаются на самом деле сложности, потому что, когда ты смотришь, что каждая сторона пытается делать для того, чтобы пойти навстречу другой стороне, потому что диалог подразумевает, в общем, попытку сблизиться, да, то я наблюдаю, естественно, только движение в одном направлении. То есть христиане пытаются подойти поближе к Израилю, христиане пытаются подойти поближе к евреям. Вот, а как они это делают? Значит, с одной стороны, есть совершенно замечательные всякие инициативы, были и есть такие, как, скажем, Базилея Шлинг, немецкая христианка, которая сейчас уже с Господом, и подобные ей христиане, осознавшие вину христиан за преступление церкви перед евреями, а это инициативы, связанные с покаянием перед народом Израиля, перед Богом за грехи против народа Израиля. Вот, а значит, они, конечно, воспринимаются еврейской стороной с благодарностью, с большой и замечательной. Вот, значит, дальше есть другие разные инициативы, когда христиане пытаются научиться у евреев чему-то относительно корней своей веры. Тоже прекрасно. Вот, вот, но нужно посмотреть, что пытаются сделать евреи при этом, идут ли каким-то образом евреи на встречу христианству. Я, может быть, еще раз, я с самого начала сказал, я чувствую себя очень маленьким перед этим глобальным вопросом, да, вот, но я не особо вижу, что это происходит, по крайней мере, в ортодоксальном иудаизме, да, то есть там позиция была совершенно, как она была, так она и осталась, Это значит, это четкая позиция, то есть Иисус просто человек, на сегодняшний день мертвый еврей, поклоняться мертвому еврею, идолу поклонства. Вот, может быть, евреи не кричат об этом на своих сессиях в иудео-христианском диалоге, вот, и, может быть, есть среди евреев такие интересные товарищи, как Полонский, Пинхас, которого даже сейчас приглашают, в фейсбуке у кого-то, я видел, что Пинхас, Полонский, церкви Роса, московской, вот, ну, вот, понятно, интересная личность, нестандартный подход к вещам и так далее, вот, но, насколько это все плодотворно, отчасти, наверное, это плодотворно, интересно, то есть христиане, которые пытаются идти навстречу евреям, они на самом деле вот в этом иудео-христианском диалоге делают иногда очень хорошие вещи, то есть они помогают евреям сохранить свою культуру, когда евреи живут в Галуте, в диаспоре, да, один мой хороший друг, который живет в России, активно продвигает этот диалог, он очень активно работает над тем, чтобы восстановить, например, разрушенные еврейские кладбища, восстановить, или, точнее, создать памятники на местах массового захоронения евреев времена Второй мировой войны, где просто евреев уничтожали, немцы при пособничестве местных жителей очень часто, вот, за это, конечно, этим христианам нужно отвесить низкий искренний поклон и сказать огромное спасибо, да, за то, что они делают вот такие просто святые дела, вот, дальше, если в этом не знать меры, на мой взгляд, да, то можно перейти опасную черту, когда христиане потеряют собственную идентичность христианскую, и они уйдут в некое преклонение перед евреями, то есть они примут еврейские, богословские позиции, к сожалению, это иногда происходит, у меня это очень беспокоит, вот, то есть тут есть тонкая граница, которую нужно очень четко чувствовать, и не которая, на мой взгляд, переходить опасно. Ну, и, к сожалению, современные богословские традиции иудаизма далеко не те, которые были во времена Ешо, кто не знает, то, к сожалению, у нас встречается и вера в инкарнацию, и энергетики, и инопланетяне, то есть, в общем, весь такой комплекс необуддизма в синкетизме с Танахом как-то переплетен, переплетен. Да, тут нужно, христиане должны очень четко понимать, с кем они имеют дело, то есть, вот этот вот романтизм, вот это романтическое восприятие иудаизма, оно очень часто присутствует, и оно затуманивает головы христианские, то есть, они думают, что вот это наш старший брат, у него все так замечательно, и он нас, ему научит вот тому, как оно на самом деле было тогда у Иисуса, вот как оно должно быть, так вот то, что сегодня, это совсем не то, что было. А старший брат в запое и с кредитами? Ну, в некотором роде, да, в некотором роде, да. Я напоминаю, что все вопросы, которые поступают от телезрителей, мы их ставим в первую очередь, они обладают приоритетом, поэтому я сразу перехожу к ним, вот то, что я вижу, присылают. Вот, наш зритель по имени Ната, очевидно, Наталья, спрашивает, приветствую вас, скажите, как это читать Слово Божье в духе? Понимаю, что через молитву, но у меня ничего не получается. Знаю, что это должно быть больше, чем просто чтение. Расскажите о своем опыте. Очень трудно, на самом деле, не зная человека, понять, что он имеет в виду, когда он говорит, что значит читать Слово Божье в духе. И я думаю, что Ната из харизматической общины, где вот это выражение в духе, причем я, еще раз, я сам харизматически верующий, поэтому я думаю, что я понимаю что-то о том, что она относится к тому смыслу, который она вкладывает в эти слова. Я не знаю точно, еще раз, что она имеет в виду, но мне кажется, что читать в духе, это видеть некие скрытые смыслы, которые открывает дух. То есть она, может быть, хотела бы получать какие-то переживания духовные во время чтения Библии. Я не думаю, что это на самом деле обязательно должно происходить при чтении Писания. Вот какие-то сверхъестественные ощущения, переживания, которыми чтение Писания должно сопровождаться. Я не очень думаю, что, не верю, что вот это обязательно должно быть. То есть я понимаю, что читать Писание в духе, это означает читать его как Слово Божье. То есть читать его, в общем-то, с благоговением, с неким. То есть настроить себя, прежде чем ты открываешь Библию, настроить себя на то, что сейчас Бог будет со мной говорить. Вот это не означает, что небеса развернутся, что голос я услышу или там мурашки по спине пойдут. Нет, просто вот Бог со мной будет таким простым образом говорить. Вот надо вступать в дискуссию, потому что она не из харизматов. Отлично. Но тогда вопрос, а что вы имели в виду? Да. Дайте понять, потому что термин обширный. Читали, одно дело ходить по воде. Ну, надо ходить по воде, вот вода, вот ноги пошел. А что значит читать в духе? Ну, подождем, пока на это прояснит смысл твоего вопроса. Следующий вопрос такой, спрашивает Эдуард Садерман. Что вы скажете насчет того, что Изгирь пишет о жертвоприношении в Новом Иерусалиме в Тысячелетнем Царстве? Ну, действительно, казалось бы, Тысячелетнее Царство, а тут еще жертвоприношение. Ничего не скажу, я не знаю, что он имеет в виду. То есть мы даже не знаем, когда это Тысячелетнее Царство... Нет, но мы верим, что какое-то Тысячелетнее Царство когда-то наступит. То есть понятно, что Писание, наверное, говорит все-таки о какой-то совершенно осязаемой реальности, такой земной. Но что имеет в виду Езекииль? Для меня он сложный тип, непонятный. Вот особенно в этой его части. Ну, вообще большинство пророчеств, насколько я понимаю, нам даны не для того, чтобы мы гадали, а как же оно будет, а для того, чтобы по исполнению этого пророчества мы могли вспомнить, прославить Бога, сказать, что вот, да. Ну, я бы так, может быть, не сказал, потому что, если смотреть на то, как появилось государство Израиль, то оно появилось как раз-таки вот, в общем-то, таким же образом, как в свое время Даниил сообразил по книгам число лет, да, вот у Иеремии, да, по книгам Иеремии, то есть и начал молиться. И, в общем-то, многие вещи происходили именно так, поэтому я не думаю, что это единственный способ, как нам нужно воспринимать пророчество. Я просто говорю о том, что у меня нету понимания того, что имеет в виду Езекииль. Не дошел, не дорос. Ну, я помню, когда только уверовал, когда только пришел к Богу, готов был любое писание толковать, очень яростно и с жаждой. Но пророческие книги они трудные для понимания. Сейчас уже, да, сейчас уже все чаще и чаще говорим, да не знаем как, поживем, увидим. Оксана Сириченко пишет, шалом, скажите, как дома правильно провести емкий пур? Вот практический вопрос. Отличный вопрос. Ответ не знаю, объясню почему. Не то, что тут нет у меня вообще никакого понимания. Дело в том, что, когда мы говорим о том, что значит правильно провести емкий пур, возникает вопрос, а где это сказано, что вот так будет правильно? Да, то есть, кто решил, как правильно? То есть, нам писание, которое, наверное, у нас является общим знаменателем у всех, да, оно не говорит, как правильно проводить емкий пур. Теперь, если бы мы жили в ортодоксальной еврейской общине, как ортодоксальные евреи, то у нас была бы Аллаха, так называемая. То есть, совершенно четкое представление о том, как делаются вещи. От того, как мы молимся за перед едой или после еды, до того, как мы... В принципе, любая практическая житейская вещь, она регламентируется Аллахой. Но мы не живем, как мессианские евреи по Аллахе. Хорошо это или плохо, у нас ее просто пока нет. Да, и поэтому ты придешь в одну общину, тебе скажут, вот мы емкий пур проводим таким образом. Придешь в другую мессианскую общину, они тебе, вероятно, скажут, что вот мы вот так вот. Поэтому сейчас вот мы вот в такой странной ситуации, когда каждый, вот как в книге Судей написано, каждый делает то, что сам считает справедливым. Могу сказать, как я провожу емкий пур. То есть, я пощусь просто и молюсь. Молюсь за спасение нашего народа, за спасение своих близких, которые еще, насколько я понимаю, Господа не знают за свое собственное спасение молюсь, поскольку я еще тоже спасаюсь от каких-то вещей. Мы верим, что и наши имена записаны в книге жизни. Да. И, безусловно, желаем это всем нашим телезрителям, чтобы и их имена были записаны в книге жизни. Конечно. Но это то, что требует и от человека определенных действий. Это не нечто автоматическое, чего можно пожелать, и сбудется. Все-таки Бог не золотая рыбка, и есть определенные вещи, которые Писание предлагает нам делать для этого. Напоминаю, что все программы Алика и о церкви, и о иудаизме, и о мессианском иудаизме, все эти вещи, они есть на нашем канале. Вы можете смотреть это видео и еще задавать вопросы по ходу. Я, может быть, только, извини, что я перебиваю тебя, я, может быть, делаю одну оговорку или дополнение к тому, что я сказал относительно Емки-Пура. Не во всех ситуациях мы можем сказать, что не знаем мы. То есть, есть вещи, которые нам в Библии прописаны черным по белому. Если это не прописано, тогда нам остается искать ответы в других источниках. И так, как мы найдем, так и найдем. Ну, и болезненный вопрос. Я чувствую, сейчас всколыхнется волна. Что будет? Что будет? Это вопрос о троице. Ведь очень много, ну, как в интернете сейчас есть некутильное слово, простите уж, но есть срач. В том, когда сталкиваются интересы, сталкиваются позиции. Вот очень много этих самых столкновений на почве троицы. Относиться к что такое троица, как ее понимать, да какие вы мессиане, если вы верите в нее, или наоборот, какие вы мессиане, если вы не верите в нее. Что вот, какова позиция по этому поводу, по поводу троицы. Моя личная? Да, личная. Естественно, мы не говорим за всю Одессу. Отлично. Да, за всю Одессу не надо говорить. Она не просила, она может сама высказаться. Но моя позиция, она, в принципе, озвучивалась в разных программах на эту тему. Если мы читаем с тобой Новый Завет, то мы не видим там этого слова. Что мы там, да, видим? Мы видим там, что Павел и другие апостолы, они называют Бога Богом. Ешо они называют мессией, они называют Господом. Теперь, это не значит, что его вообще никто никогда не называл Богом. Вот, читаешь Евангелие от Иоанна, и там вот это самое такое Евангелие, из которого божественность Ешоа вывести легче всего. То есть, оно начинается с того, что говорится, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью. То есть, божественное слово, Бог-слово стал человеком. Вот, перед Троицей, опять-таки, Иоанн нам не поминает ни словом, вообще не использует ни разу это слово. Но, опять-таки, у Иоанна мы видим, что апостол Фома склоняется перед Ешо и говорит ему, Господь мой и Бог мой. Но если просто прочитать весь Новый Завет, ну и можно еще там найти пару мест аналогичных. Да, о некоторых можно спорить, скажем, в римлянном 9 главе, по-моему, 4 стихе, где Павел называет его Богом во плоти. Там не совсем однозначный перевод, спорное место. Но, тем не менее, если взять по большинству, то совершенно четкая картина. То есть, Богом называется Отец, Бог и Отец Господа, Ешоа, а Ешоа называется Господом. Теперь, это не значит слово Господь, это в греческом это курьос, это то же самое слово, которым в септуагенте переводится ют-хей-вав-хей, то есть, святое имя, непроизносимое имя Бога. Тоже абсолютно божественный титул. Но есть вот этот тонкий нюанс, да, то есть, что Бог — это Бог Отец, а Ешоа — он Господь. А дальше, кто как хочет, пусть так и живет. То есть, если кому-то приятнее использовать чисто библейскую терминологию, пусть ее использует, чисто новозаветие. Вот, у меня проблем с термином «троица» никаких нет. Но потому что называть Бога можно как угодно, лишь бы ты понимал, что ты при этом имеешь в виду. Речь не идет о пантеоне. Речь не идет ни в коем случае о пантеоне. То есть, есть, как один хороший богослов написал, есть две основные хереси — унитаризм и тритеизм. Унитаризм — это когда ты считаешь, что Бог — это одна единственная личность, монада, если философскими терминами пользоваться. То есть, Бог — он один, прост и неделим, в том смысле, что внутри него нет никакой сложности. Вот сидит передо мной Михаил, или перед тобой сидит Александр. Я одна личность, один человек. И все, тут как внутри меня не копайся, ничего там, больше никого не найдешь. Только я и все. Вот, если люди представляют себе Бога таким образом, то есть, это унитаризм. И иудаизм, он представляет себе Бога сегодня именно так, насколько я понимаю. Хотя библейские времена, он был гораздо более широкий. Иудаизм, он допускал множественность внутри божества. Тритеизм — это три Бога, три божественных личности, каждая из которых самостоятельно является Богом, абсолютно самостоятельно и независимым. И то, и другое — это неправильный взгляд на Бога. То есть, Бог — это одно существо, которое обладает тремя личностями. То есть, нам это непонятно на самом деле. Вот ты существо, человеческое существо, не божественное, насколько я понимаю, да? Хотя я вот тут наблюдаю, вот тут что-то светит. Да, лампы светят. Ты вот человеческое существо. Один человек — одна личность. Вот мы так устроены, что мы ничего другого не знаем. Да, существо — это личность. Теперь Бог, насколько я понимаю, это существо, но трехликое, состоящее из трех личностей. Одно существо, состоящее из трех личностей. Дальше, можете называть его троицей, можете не называть его троицей. Это вопрос вашего вкуса, вопрос вашего выбора, предпочтения, чего угодно. То, что мы это не можем понять, не значит еще, что это не так. Редактор субтитров А.Семкин